Битва Gambit Esports и Dragon Army Эдвард и Адеромейнс их тренер Но команда Dragon Army сегодня пока не играла И у них сейчас очень-очень серьезное и жесткое испытание Босс на верхней линии, в лесу Сибой Иксприс Корнет, игрок в соединенной линии Бух и жесткий Макс, неизменная дуа на нижней линии Тренер команды Кристофер Койфиш Кристенсен Итак, друзья, Dragon Army Феномен первой недели Битва с командой Gambit Готовы ли вы верить в команду Gambit после их? Не самые уверенные, но в принципе твердые Но не самые прям однозначные победы над командой Вегас Кудрон Арман Да, конечно, почему нет? Или это ты уже прогноз хочешь? Нет, нет, пока просто обсуждаем Конечно, надо верить в Gambit Потому что, ну, не то что надо, но возможно пока еще верить в Gambit Так мы узнаем, из-за кого болеет Арман Из-за кого он призывает болеть Сейчас мне расскажут, как за Лайн Гейминг кто-то ставил в Вильнюсе Но мы не будем об этом Это, думаю, люди помнят А насчет того, стоит ли верить в Gambit? Да, конечно, потому что Gambit, несмотря на свои все-таки небольшие ошибки То на Батлейне просят, то там Митри конится ран, то еще какие-то проблемы Это все не так проблематично в сравнении с их макроигрой Потому что макроигра у них до сих пор не проседает Если у них они не проседают там на 20 тысяч Они спокойно себя чувствуют Они готовы бегать по карте и не теряться на ней в любом состоянии Я, на самом деле, до первого матча сегодняшнего Gambit думал, ставить на Dragon Army или нет Но после матча Gambit 100% поставлю на Dragon Army И если Dragon Army будут играть так же, как на первой неделе Я думаю, у них вообще никаких проблем не будет против Gambit И вот почему я так, да? То есть, во-первых, мне не нравится Jaxx Как именно Diamond Prox на Jaxx отыгрывает Потому что две игры у него уже такие себе То есть он особо и не ганка Да, фармит хорошо, но ты формишь хорошо против Лесника, который экспу на нижней линии стилит Они свой лес фармят И Кира собирает слишком агрессивные предметы Да, такую Галлию имеет очень много урона Но такой игрок центральной линии, как Прискорнет Я уверен, что он Киру за такие билды накажет Но и не факт, что, конечно, Галлию будет Но вообще это так, просто к слову И нижняя линия, которую на Кейтлин Жан и Арман уже отмечал Кейтлин Жан так нижнюю линию сильно проигрывать не должна Конечно, пух на нижней линии с жестким Максом не является такими доминантами Но мы уже видели, как они умеют дайвить линии, и вот это может сыграть роль Ты упомянул среднюю линию, и именно во многом Кира и Прискорнет Это именно важный матчап в этом матче Потому что мы говорили о них, как о очень важных игроках на этом уикенде И здесь сталкивается у нас опыт колоссальной Киры Его умение быть надежным И талант, горячий нрав И умение играть даже в стрессе от Прискорнета Потому что оба игрока показывают разные качества, но в принципе они интересные У Прискорнета, когда чуть-чуть побольше, на 16 пунктов всего лишь Датчанин много на самом деле отмечал, что еще перед сезоном Что очень хочется играть именно с Гамбит Потому что команда все же на несколько другом уже не находится Под отношением ко всем остальным в СНГ И это будет такой первый тест на самом деле для Датчанина Потому что на первой неделе, как я уже говорил, он играл вообще без давления Никто не приходил на мид, все забили на него полностью Такой Прискорнет, стой, делай что хочешь, у тебя первые игры на сцене Мы тебе дадим поиграть Сейчас четвертый играет, сейчас играть он будет серьезным уже соперником Который будет готов к тому, что Прискорнет В принципе это фармит, фармит Можно, наверное, и поддавить его попробовать И какой-нибудь демпрокс Опять же, разные есть пики Даже если будет не Джакс, может быть какой-то Джарван, может быть какой-то Казикс Можно попробовать поддавить Но вообще, если мы говорим, что команды все же отличаются по классу и опыту Эдвард считает, что недооценивать Dragon Army не стоит И именно подготовка повлияла на такой прекрасный дебют команды Dragon Army Сибой, я бы не сказал, что он прям супер сильно изменился Потому что это тот же агрессивный лесник, который любит взять какой-то риск То есть high risk, high reward Но он больше сейчас сияет, потому что они хорошая команда Они слаженно достаточно играют Если не ошибаюсь, они на буткемпе с первых чисел января То есть после Нового года, как они закончились праздники Они пошли сразу играть И это достаточно большой срок на самом деле Вот мы в прошлом сплите весеннем, точнее летнем 2017 года Тоже заехали за месяц И за этот промежуток времени мы очень хорошую форму набрали Поэтому у нас будет такой хороший сезон В принципе Dragon Army у них хороший состав Они довольно-таки хорошо играют Именно индивидуально тоже Поэтому у них такие хорошие результаты А по поводу Сибой Я бы не сказал, что он прям сильно выделяется от всех лесников Просто тоже хорошо играет Ну вообще тяжело было для одного лесника По итогам первых именно двух игровых дней Но Сибой, запомнился, в принципе делающий очень много неплохих Мне легко, Алексей Я прям топ-1 ставлю Сибой Неплохих, в принципе, да, действий Прям топ-1 по первой игровой неделе Это Сибой вообще безоговорочно Он всегда там, где нужно Он всегда бьет по слабым местам Он всегда как раз работает со своими сильными линиями То есть он там при Скорнета Кто разгонял? Сибой Он заходил там, постоянно его вперед именно выводил А потом вот, наверное, Зан за Крео И потом вот сильно ниже все остальные, мне кажется Потому что вот эти три лесника Они прям умеют работать Не только там с одной линии, допустим Вот мы возьмем из Вейвикти с лесника Он зачастую на нижней линии заходит Там разочек на топ И потом 10 на бот Нет, то есть как-то не 50 на 50 А вот прямо там чуть-чуть помог топу Потом на нижней линии все потерялся То же самое Панишер, например Зашел на бот И все А ну можно же еще 10 раз зайти, например А так для Сибой на самом деле очень много зависит Именно в плейстайле Dragon Army Потому что он очень сильно базируется вокруг Качественного глубокого вижена И учитывая, да, сколько Сибой Времени проводит во вражеском лесу Как они взаимодействуют с Максом Который много ромит Босс очень много ромит То есть они все время забивают чужой лес вардами Они вокруг них пытаются навязывать стычки И вот это будет именно ключом Пока Сибой очень много времени контрджанглит И очень много времени ставит тотемы Команды уже почти готовы к матчу К матчу очень важному Поэтому настало время узнать ваше мнение Касаемо того, кто выиграет сегодня Я уже в принципе все сказал Я обставлю на Dragon Army вообще Без проблем каких-либо Я думаю, что если играть так же, как на первой неделе Это будет легкая игра Легкие-редкие Ну, наверное, все-таки на Gambit сегодня Потому что Dragon Army на первой неделе играли хорошо Но играли против соперников Которые либо были к ним не готовы Которые либо были просто слабее Сегодня Gambit уже выиграли Они уже размялись Поэтому я думаю, что сейчас им будет еще проще И таких микро-ошибок будет поменьше Один раз я сегодня уже оступился В матче с Вейвиктис И теперь необходимо верно ставить И я ставлю на команду Gambit eSports Опыт, понимание всех слабых мест в Dragon Army Команда все еще новая и молодая Поэтому думаю, что Атера Мейнса И его подопечные ее раскусили На этом слово Алсиору и Флэшу Для комментирования последнего и центрального матча этого дня Атер, конечно, больше всего в своей тренерской карьере Любит раскусывать, друзья Ну а мы будем двигаться к самому интересному матчу сегодняшнего дня Внезапно сегодня матч М19 Рокс стал завтрашней Еще интересней Но о центральном матче всей недели Конечно, должен стать матч Gambit Dragon Army Ну посмотрим, будет ли он таковым Потому что 3-0, как и 0-3 Это еще не конец Это только начало Это абсолютно не конец Тут как бы 3-0 Это еще не финиш Первая неделя приятная Но она скорее как такой баф ко второй Чтобы понять уже динамику На второй ты понимаешь и результат То есть команда, которая сделала 0-3-3-0 Намного сильнее, чем команда сделала наоборот Михаил, главный вопрос Да, Юрий Красный или баф, который выдают на лайв-портале? Возможно Возможно Юрий Можно и супергалактическую Энни схлопотать ненароком Жаль, что Энни у нас не совсем в мете Ролик про нее вышел Михаил! Юрий! Золотое Элла на русском сервере Дай И твоя Энни Королева Бала Там еще есть Амуму рядом с ней Который не король Бала вроде как А так Притесался немножко Там Кенч, Галлио и Зоя Что-то у нас Что-то у нас выпускают Ага Ангпланка выпускают Дрэгон Армии Но интересненько У Пуха, кстати, на Шае На его аккаунтах По-моему, в сумме на игры Например, на процентов 80 игр Конечно же, приветы дедам Всем отправляют своим Дрэгон Армии Сиджуани для Сибоя будет взято Деду, привет И спасибо за топ-4 в прошлом сезоне А говорил мой дед Как Юрий? Не буду это озвучивать Спасибо, Юрий Для этого ты и сказал фразу Как говорил мой дед Да Владимир берется для босса Владимир Галлипланка На мой взгляд, босс отыграл его Довольно пассивно на прошлой неделе Вандер считает, что он вообще должен был его уничтожить На мой взгляд, матчок может пойти Немножко по-разному Ну, то есть Он должен быть в пользу Владимира Но Скажем так Владимир должен просто вести эту линию Посмотрим, что получится у босса в этом матче Это два чемпиона Которые устраивают игроков Что Владимир босса Что Галлипланк стажера И я уверен, что на 100% Гамбиты, конечно же, знали Что Владимир может быть Как ответ И еще на большее количество процентов Драгонарми знали Что Гамбиты, да, конечно, тоже не против И Тарик Для Эдварда Тарик Очень сильный пик против Владимира В принципе, хорошо подходит Под АУЕ Инициационные уроны И контроли Инициационные, Юрий Да Инициирующие, можно просто сказать А можно, конечно, и А можно и не говорить Да, спасибо Хороший совет Хорошо, особенно вовремя Коротко и лаконично А очень много магического урона Уже сейчас у команды Драгонарми Двойной АП Сетап такой С Владимиром на топе Можно ли сказать, что Босс Шушей теперь? Почему? Потому что Владимир играет на топе Нет, потому что в два АП Играют Драгонарми Ну да А, нет Там их спики было на топе Но по-разному Сложно сказать Да, Шушей был на миде Они оба играли на топе на миде В разное время А потом В Европе стали очень активно играть Дабл Телепорт Тогда это было прям Ух Потому что сейчас-то Дабл Телепорт поиграть Сейчас можно Пента Телепорт поиграть Теоретически При очень большом желании Мы такого, правда, не видели В континентальной лиге еще Кири блокируют Вейгара Ну и там, с другой стороны, конечно Таких АДшников Которые и вспомогательные И на команду работают И в лейтгеймске Килец тоже отлично Север Азир Против такой связки Игру закончить будет очень сложно Не зря для бластинга Был уже показан тоже По Кири ударили Довольно сильно Четыре блока Когда Райза забанили Аж брови свои Практически в одну Превратил Возможно, что-то забыли Возможно, забыли Какого-то другого чемпиона Более важного Даймонд Проксу Или Кири Какой фиш так радуется Я думаю, что ты знаешь То Вот мы с Максом разговаривали На прошлой неделе Он сказал примерно следующее Мы волновались А потом, когда нам дали Наших чемпионов Мы перестали волноваться И знали, что мы выиграем эту игру Вот, возможно Дрэгон Арми Опять получили тех чемпионов Которых хотели То есть они получили ГП на ферст пик гамбитов Взяли Владимир Взяли Сиджуани И у них не отобрали Азира Они взяли его Теперь и Браун То есть, как бы Если Дрэгон Арми Получают своих чемпионов Пока что тенденция Говорит о том Что они игры выигрывают Пока нет оснований И считают, что они неправы Поэтому Слушай, Михаил Просто, если Дрэгон Арми Выигрывает эту игру Это будет очень интересно Это Зерат, Юрий Вот что тоже очень интересно Потому что Зерат против Азира Прекрасно работает Это давняя информация Почему его не берут Я не знаю Не уверена команда Видимо наша в нем Пока что Но вот гамбиты Конечно Но Мишка-то уверен Мишка? Где твоя улыбка? Интересно Интересно Какой у Киры будет Зерат Потому что Мне кажется, что Киры все-таки Чересчур может Опа И Скарнер для Даймонд Прокса Берется тоже Скарнеру они проиграли На прошлой неделе Но и Варос добирается Для Пуха Для Даймонда Это еще и Богоед Да, на нем же он Вроде свой первый турнир На ЕМИ А я не знаю, почему Его назвали Богоед Потому что багов было много Вообще потому что Типа Богоед Ну да Написали в общий ряд Богоед Потом назвали Богоед Ну вот И таким образом Мы видим сетапа команд Зерат Скарнер От Киры с Даймонд Проксом Ожидаемый Мне кажется, что вот Лицо Вароса сейчас Это реакция на пик Зерат У кого будет после этой игры У фанатов Гамбит Или у фанатов Дрэгон Арми Лицо Скарнера, Юрий? Вот вопрос, понимаешь? Довольно Михаил, ну сейчас у Гамбитов Пять банов Все смотрят в одну сторону Так что Нет вариантов Куда смотрят глаза Вейгар Из ничего Из того самого ничего Наверное, учитывая, что Дым из его глаз идет направо То есть смотрит он туда же А вдруг он смотрит налево А дым направо Тогда если он будет смотреть направо Дым будет тоже направо Зоя вообще в руках невидимый Монокль И мы об этом не говорим Никак Тем не менее Тем не менее Это матч Друзья, за первое место Займет ли первое место После этого матча Команда Дрэгон Арми Или команда Рокс Гамбит, к сожалению После этого Первое место занять не могут А стоп Да-да-да, не могут Почему? А у них будет 4-1 А у Рокс тоже 4-1 И у Рокс личная встреча В их пользу Если Дрэгон Арми выигрывает этот матч У Гамбит будет 3-2 Ну это все условности Потому что Дрэгон Арми Сыграли сегодня один матч А Рокс и Гамбиты Сыграют по два Поэтому завтра у Дрэгон Арми Будет возможность отыграться В любом случае Даже если сегодня они проиграют А у них завтра матчи против команд М19 И Ваевиктис Итак, друзья Главный матч сегодняшнего дня Гамбит против Дрэгон Арми Кто окажется сильнее Новые лидеры Или действующие чемпионы Континентальной лиги Это вопрос Который нам предстоит узнать Прямо здесь И прямо сейчас Мы с радостью узнаем его вместе с вами Потому что игры В текущем сезоне Длятся не очень долго Сравнительно Мета Располагает Довольно-таки быстрым играм Вот у нас Смотри, Юрий Последние сегодня 4 игры Два матча явного лидера И явного аутсайдера Рокс Ваевиктис И Гамбит Вега Затем матч между двумя аутсайдерами Ваевиктис и Джаст И теперь матч между явными лидерами Гамбит против Дрэгон Арми Сегодня у нас как бы Есть на любой вкус матч И это очень здорово Какой вкус у тебя, Михаил? Тонкий ли? Тонкий? Может быть Иногда Как-то в последнее время Все толще и толще, Юрий На самом деле Да? Ну, к сожалению А у меня толстый вкус Договорились, Юрий Итак Раз ты мини С нижнего леса начинают Гамбитис С нижнего же леса начинают Дрэгон Арми Что у нас есть интересного по рунам? Вот интересно, что это Прис Корнер Играет у нас, кстати, смотри С пушинкой А не с кометой Не с кометой Почему? Ну, это риторический вопрос Но он всегда меня интересовал Знаешь, причем против Зерата Мне кажется Еще больше причин играть с кометой Потому что Ну, ты не можешь Прям по кулдауну Пушинку, мне кажется На него закидывать Все-таки это довольно Опасно Да, и Дайминг, кстати Не берет за Скарнера Раскатую книгу Между прочим Что-то тоже забавно Как бы Ты все равно не берешь, да? Луситки на Скарнера Никогда Ты все равно довольно Ну Не так много ты выигрываешь На кулдауне На флэш 45 секунд Это достаточно много Да? Опять-таки А по космическому знанию Еще 15 минут Еще, да Тут просто А что для тебя важнее, понимаешь? А с другой стороны Ты выигрываешь боевые мощности Когда берешь Точнее, ветку храбрости Пошу прощения Дрожь земли Взято здесь у Даймон Прокса Так что В каком-нибудь 2 на 2 на топе Которая гамбиты разыгрывают Довольно часто По Эдварду сейчас играют На ботик Ух и жесткий Макс У Эдварду довольно Серьезные неприятности Бластинг тоже пострелял Но Все-таки Не совсем равно получилось Стажер узнал Узнал, узнал Где Сиджуани Кстати, Скарнер там Ее встречает уже Но Не пошел драться, конечно Потому что Мидеры подойдут Примерно одновременно Это довольно рискованно И встреча прошла Как встреча выпускников Без особых каких-то Ух, Бластингу как везет Ты посмотри У него и манопот И хилпот Еще и деньжат Вот по спагайдам Стажера-то играет как раз Мешочек Да И хилпот И хилпот Не, ну один хил Это просто такая Бутыль Второй уже Ваза Исцеляющая Михаил Ну сейчас пойдут шутки Про то, что у него Шесть слотов Поэтому я предлагаю Прекратить Это суждение Интересно Интересно было бы Ты знаешь Какому-нибудь герою Юрия Лига Легенды Который Семь слотов Мог бы собирать Но это наверное Теоретически у всех Такое возможно В некоторой мере Это Кассиопея Потому что у него Ботинка нет Поэтому Но это только В очень некоторой мере Михаил Дубопетин Зачем с той теми Которая была При трансляции Один на один матч Какой? Считать, что чемпион И есть предмет Потому что его нет Поэтому это Дополнительный слот Ну Так Гост тут Один на два Пытаются его запушить Он не позволяет Себе запушить особо Подставляется Довольно сильно Из-за этого Но Знаешь, Даймон Сейчас играл так Как будто у него ульта есть Я даже практически Поверил в это На четвертом уровне Она все-таки Не появляется Ни у кого Кроме парочки героев Всего в Лиге Легенд Но Скарнер Не относится к ним Потому что Это было бы Довольно Сильный Дисбалансный Каких парочек? По-моему, один только Как это? Нидали Джейс А, Нидали еще, да Нидали, Джейс Элиза Удир Вот тебе, пожалуйста Удира, правда, очень сложно Ее назвать ультой Но Тем не менее Но у остальных Абсолютно точно ульта Конечно Не, ну как бы, знаешь Удира это одна из стойка А у них это смена формы Которая дает тебе Не одно заклинание А целых три Даже четыре Если учесть Обратное изменение формы Что тоже Можно считать заклинанием У нас шесть Сейчас бы сменить форму Чтобы получить дополнительное заклинание Обратно изменение формы Ну подожди Михаил, знаешь Вот в прошлый раз сказал Что я в лифте не застрял Просил тебя похвалить Я еще что-нибудь придумал Вот это, Юрий, история Оказалась на редкость Нерелевантной В данном случае Но Тем не менее Ганпланк уже с сиянием Владимир накупил себе Книг Майк Пластин фризит мобов Которые бьют его А не Эдвард Это вопрос действительно интересный Даймонд Прокс пятого уровня Бэкрица с собой четвертого уровня Даймонд Прокс Опять у него такой джангл-роуд По которому он опережает соперника Аптотемил просто Пол вражеского леса Аптотемил Аптотемил Да А на боте игра идет по пуху И по максу Пуха скачка нет Потому что разменялись Законания призывателей Первую кровь на боте Забирают гамбиты Даймонд Прокс Прекрасный ганг сейчас обеспечил Мы немножко упустили Да, где пух у нас потерял скачок И исцеление Видимо Эдвард там на боте улынил Кстати Кира уже у нас Там оглушение было по двоим Если не ошибаюсь Юрий Кира на миде играет С исцелением и телепортом Который он оба потратил Я бы хотел заметить Так Ну вот Прискорна Ты играет без скачка Легчайший скачок Знаешь, внезапно Внезапно просто Мы потери По заклинаниям призывателя По всей карте Обнаруживаем Знаешь, как Докладываем О потерях Раз Два Нет, раз, два Раз, два Два попало И вот внезапно Еще и кушку Я рад, что мне хотел Помочь посчитать До трех Но с этим я справлюсь Ну Юрий Я не уверен Но я в себя верю Ты чуть-чуть хуже, чем Джин В этом плане В два раза А ты всего на четверть Потому что ты до трех хотел Я хотел до трех Юрий Сиджуани смещается на верхнюю линию На боте у Гамбита Все будет очень хорошо Потому что Израиль Кстати, по золоту Сейчас должен сильно Опережать Варуса За счет Криптомантии Как раз 2400 на 1800 Это довольно серьезное преимущество Для шести минут Эдвард выходит на мид По Прискорнету Сыграет Нет, какая ошибка может быть Игнайт поймал Ультаган планка Прискорнет Погибает Погибает От Игнайта Эдварда Ну и конечно Это неудачно было Здесь здорово Ему сбили Рывок А вот и секундомер Которого нет А я думаю, что Это скорее А вот и, знаешь Попытка допушить линию Когда ты без ничего уже И тут смещается саппорт А ты все равно не бэкаешься Хотя, в принципе Жазиры мне играют Да, через Вдохновение ветки Я думаю, когда А там что, вторым брали Точность раньше, да, тоже? Да Не раньше, а и сейчас тоже О, сейчас того, да Сейчас мы видим У Прискорна-то это А тут еще и по боссу Даймонд пытается сыграть У босса, правда Есть седьмой уровень А у Даймонда нет шестого Пытаются Ну да, здесь Убить, конечно, не получилось Скачок выбили И это хорошо Даймонд, конечно, очень активно играет У Сибоя есть ульта Надо было боссу просто прожимать лужу Чтобы замедление избежать Ну да Он не задоджил Поэтому пришлось прожимать скачок Надо где-то Сибоя себе находить Потому что шестого уровня Сиджуан И Скарнер бегает пятого Уже очень активно линиям помогает А Сиджу пока себя особо не нашло Я больше люблю такой билд Как Прискарнер собирается сейчас Потому что это Жало Можно собрать Зуб на Шора Можно пойти в Маску Можно пойти в Морелло Все-таки Морелло первым Меня не так сильно впечатляет Как бы делал Лукези У него тоже определенно свои плюсы есть Ты по мане, наверное, намного бодрее живешь Особенно если Синеба в контроле Ну знаешь, как постоишь против Зирата Там особо по мане Нет задачи жить Потому что Зират будет тебя бить Тебе нужно его пробивать Гамбиты довольно бодро бьют сейчас тоже Потому что Эзрель, конечно Оп, тут Сиджуани выходит на бодусе Боя есть ульта Но тут, конечно, не сыграешь никак Шестого у Варуса не было Было бы шестой Да и у Браума не было Одного из шестых было бы достаточно Хотя, конечно, по Эзрелю Браума шестой не особо помогает Чтобы сыграть Потому что У Эзрели есть качок, если что Просто учитывая Ну, то, что сияние было у Эзреля И у него был еще Ой, сбил прискорно То сейчас Бэк Кира Сейчас вопрос Как тут ему Бэк отсекирует Наугад ульт А, у него ульт О, как стажер хорошо стреляет в бочку Действительно Сильный талант Михаил Да, Юрий Можно с тобой выяснили, что По поводу трех и двух раз Комментатору континентальной лиги Не так сложно, друзья, порадовать И это хорошая новость А, тем временем Гамбит впушили Нет, не впушили еще Но допушивают бот И бэкаются Очень зажали сейчас Пухаем жесткий Макс Вот Сибой В этой игре чуть больше похож на Сибоя Прошлосезонного А не на Сибоя Первой недели Потому что его, конечно На карте Прошлосезонный Прошлосезонный Это как Шутка про хлеб Прошлогодний С Евгением Вагановичем Многоуважаем О, Юрий Знаешь, как бы С Евгением Вагановичем У меня связана Ветка вдохновения Скажем так Моих талантов Храбрости мне не всегда хватает Храбрости мне не всегда хватает Чтобы так шутить Точности, в принципе, здесь особо не нужно А вот вдохновение Ну и доминированием Это сложно довольно сильно назвать Можно, конечно, попробовать А вот вдохновение Это то, что нужно Мы теперь понимаем, Михаил Откуда такое у тебя Тонкое чувство юга Времена идут Телевизор уходит на второй план Интернет начинает его заменять Который теперь смотрит тоже на телевизор Но ты, Михаил Но ты, Михаил Не пропускаешь ни одного Ежегодного шоу И горжусь этим Как у нас есть, например, на лайв-портале Бафф За то, что вы смотрите на каждой неделе Континентальную лигу, друзья Постоянный зритель Так сказать, бафф И как говорили мне Мне, если бы кто-то мне давал сундук За каждый просмотр Тех передач, которые я смотрю Мне бы их дома просто Оп-оп Прискорнет Ауч Получил последнюю Конечно, тяжело Тяжело очень стоять сейчас Мидеру Дрэгон Арми Кира его просто выгоняет с линии Минус 20 Да и Тенденция говорит о том Что будет только дальше хуже Эти дела Очень интересный билд Собирает Кира Он сразу после Потерянной главы Собирает себе Макпен ботинок Ну и Чтобы сразу сильнее пробить Несмотря на то, что по мане Можно просесть Босс хорошо стоит Мне нравится А войдет он к ганге Несмотря на то, что к нему Часто приходит дайминг Уже третий раз Пока что Дрэгон Арми Смотрится, наверное Вот знаешь В рамках того Как мы ожидали до первой недели Дрэгон Арми Играть против Гамбит А не то, как мы ожидали После первой И Это, конечно, не очень Пока радостная новость Для фанатов Дрэгон Арми Но, тем не менее У них Опять-таки Ой, ну опять Ну тут Как бы Прискорный пытался Подставиться Нет, Прискорный пытался Сыграть А, или так А, Кира прожалул Да, и Кира тоже И Кира, можно сказать Все так Все так Однажды настанет момент Михаил Дай И он настанет Но пока Пока нет Пока видим, как Кира Ешку дает По Азиру И попадает своими станами Точно в цель Кира их отправляет А вот и тот самый момент Ну, конечно По О, тут Кира Прискорный как-то долго Очень Осознавал, что Кира Флэш-то уже нажал Кира сделался Очень четко Смещается Азир В нижнюю часть леса Туда же идет Сиджуани На топе Владимир Вкушен сейчас А босс Будет Ну, по фарму Опережает стажера Но, опять-таки Это такое Легкое опережение При ганках соперника Стажера никто Всю игру не трогал Здесь у босса Намного больше причин Вот так вот линию эту Держать, да У себя под башней И спокойненько Подфармливать Посмотрим, что стажер Хорошо подфармливает пока что Хорошо, хорошо, конечно Просто по золоту Да, если по золоту Сейчас открыть Как дела идут у ганпанка А дело у него прекрасное Он плюс тысяча Вот то, что мы, помнишь, говорили, да Тринадцать минут У стажера 0-0-1 Башен на карте нет Других объектов никаких нет Он получил один ассист И, конечно же Конечно же, что у него плюс тысяча Это очень честно С точки зрения золота Нет Не при Чуть-чуть Ааа, как это? Нет Мрачности добавил В этот веселый и интересный рассказ про пиратов Веселые истории Ара-та-ра-та-та Плюс тысяча Плюс тысяча Плюс тысяча Не хотите ли? Любые любители пирата хотели бы Конечно, а тут уже гамбиты задавливают Дрэгон Армии в свой собственный лес Пытаются отобрать Синий баф Сложно будет Прискорно То его поднять И Сибой все-таки забрал Даймонд, по-моему, смайт Чей-то был смайт? Это был смайт Даймонда Сибой свой смайт Потратил тоже Тоже, да Два смайта было Но отобрали у Азира Азир играет без Морелла Как мы уже выяснили Босс остался без лужи Сейчас, видимо, под бочки подставился Может, стажер, конечно, его начинает И впушивать, и напрягать? Ну, так Пока еще не особо Все-таки предметы есть у себя У босса Которые позволяют ему стоять Этлинию комфортно 20 КДР Сможет ли Прискорно Сейчас задрифтить? Потому что Сиджуани стоит за стеной Тотем, мне кажется, ее здесь не должен видеть И Прискорно Не видит Не видит Идет по хире! Опа! Не получилось Не получилось Но попытка защиты Как бы исцеление дать, сделать под шажок ускоренный У Кирова тоже исцеление есть Но пока бы он нажал, он бы уже был в ульте Ты видишь исцеление за Азирата Ты просто Ешку вперед даешь И там, знаешь, как бы... Ну, вообще довольно отчаянный был мув от Прискорнота Потому что видно... Какую Ешку? Ой, а... Ну да, стан За Азирата Михаил Вот Очень много было обсуждений по поводу Прискорнота О том, как он там волнуется, не волнуется Как бы... Я не вижу от него сейчас уверенной игры Уверенной? Нет Ну, ты знаешь, как бы ему сказали, наверное, надо сыграть Но он решил сыграть Михаил Мне, знаешь, вот у меня такой комплекс После вот этого... Прогейм-прошлого Потому что Меня они убеждают фразы Ему сказали, мне сказали Не, ну, как бы, понимаешь Он попытался сыграть, да? Сам пошел в такую команду Где тебе то, что говорят, а должен делать Это... Я же не вопрос Как бы... Перекладывание Или там ответственности А мне кажется, ты это именно и делаешь А я говорю о том, что Он просто решил сыграть Это принятие решения И это решение не оказалось хорошим Это и логично Бластинг Ульту Сиджуани Он был готов задушиться А говорил до меча Я так играть Уж лучше не играть Это... А это уже вопрос восприятия как раз игры Сибой заходит на дайв Ну, в случае, плюс 28 у Киры Он себя чувствует ультракомфортно на этой линии Потому что время 15.30 Это еще не 20-ая минута Где такой фарм был бы не очень высоким Комфортнее себя чувствует только Владимир На верхней линии у которого 163 Ну, конечно, гангпланк уже... Прикрывая гангпланку по золоту Который уже собрал себе Хиггсдрингер И... Никогда не умрет У Владимира, да Это... Тоже довольно важно Башню на боте пытаются сыграть Но тут улетает гангпланк И надо выходить Пытается Сибой дать снос Ну, успел дать И теперь надо убегать Ну, снос сносом А как бы... А в Драгонарме тоже сносом Да, остались, Юрий Украл, украл у тебя С тобой, наверное, невозможно Это клептомания Юмористическая клептомания Не клептомань Тия Клептомания 9 очков обзора Мы ставим боссу за эту игру пока что Примерно Один контрольный тотем Я думаю, он поставил все же в этой игре Но в остальном Пришлось полагаться на Даранщит и Зельице Ты мне, Зельице, скажи Это всю правду, расскажи Ты неплохо, Рабу, но опять Ой Прискорница скачка играет Аймон Прокс Кира пытается накрыть Азира, кстати, Азира продолжает жить У Киры-то ульта еще есть, естественно Сибой об избить ульту сейчас Кире Прискорница Не увернулся Кира добивает его 3-0 В пользу гамбит Подходит Пух и Жесткий Макс По Аймон Проксу играть Никто не будет Сейчас еще и придется как-то выходить Зачем здесь Жесткий Макс и Пух оказались Это вопрос отличный Пух погибает Бласенкова просто ультой сносит А у Киры сейчас будет еще и стан Нет, кушка сначала Будет 2 Сибой не задоджил И Сибой в итоге выходит Очень-очень все плохо Успел он дать до прыжка Потому что был кулдаун Но синее усиление Позволило бы дать скоро Босс идет по стажеру играть Ешь куточки от стажера Босс Надо либо улететь, либо отступать Сейчас он отступает пока что Стажер взорвал все-таки эту бочку Но пока что, Юрий Это однозначный стом в пользу гамбит Многие это прогнозировали Потому что были основания Перед этим матчем Считать, что как Дрэгон Арми Гамбитов застомпят Ну до первой игры гамбитов Сегодня, которая была Довольно уверенной У меня не было таких оснований Не знаю, кого-нибудь Вот здесь ульт мог сразу Кира дать, кстати Как только схватил его Даймонд со скачка А, Сибой уже без ульты был Да, точно Все окей Кира до верного Решил сыграть Хорошо Ну и здесь вот пух Ну посмотрите, позиция С двух сторонного окружили Скачок прожал Долго думал, да Замедление, оглушение Все Ну вот на моменте того Когда оглушение Прямо пошло Это уже было все Но Кира пока что Просто, как это знаешь Он показывает Прискорнету Какие бывают Непростые линии Против сильных соперников И напрягает сейчас Очень сильная Прискорнета Этим Этим пока что игра На самом деле Во многом и выигрывается Один хороший ганг на бот Очень серьезное давление По миду И вот вам, пожалуйста Плюс гангпланка У вас на топе есть Преимущество в 6 тысяч Таймонд бежит на бот Таймонд на топ бежит По боту бежит стажер сейчас Да-да-да, тут Сибой тоже находится Все сейчас все друг друга видят Даймонд играет по Сибой Ульта гангпланка пошла Она отгоняет Варуса и Браума Даймонд пытался Сибой Здесь закрыть Как-то, но не получилось И в итоге Сейчас стажер на боте Выбивает телепорт у босса Знаешь, Азир вроде как бы Очень силен И мы видим, как там, да Команды Очень круто с ним играют Но все-таки уже Под привыкли к нему И есть против него и Райс Есть против него и Зират И очень круто некоторые Коллективы реализовывают Этих чемпионов Но надо было просто Помнить исторические Контрфиги Казиру Это Зират И это Варус Варус сейчас уже Не в мете на миде Потому что у него Изменили стрелу Добавили и кулдаун Играли некоторые игроки С кометой в начале сезона С Варусом на боте с каплей Но довольно быстро прошла Эта идея у игроков Сейчас не используют Такие вещи Варус стал автоатакером С гвинцой Ну да Но это потому Им играли вот в начале Этого сезона С изменением рун Михаил Я думаю Если тебе придет мысль Сделать спальню на кухне Она тоже достаточно быстро Отпадет За что купил Зато продал Юрий Так играли проигроки Я аж Мне Идея-то конечно Такая тоже приходила Не только мне Тем временем По Dragon Army Играют на топе Бластин прыгает вперед Попуху Много урона прошло Тут Сибой еще По Эдварду Пытается развернуться Стан проходит Но Сохраняют свой контроль Dragon Army Тут иногда дать должное У них есть Чем самим сыграть Но Даймонд Тут тем временем Краб делает Большего краба Точнее Скорпион Делает большого краба И забирает Какая-то у нас получается Практически в мире Животных передача Да И Пищевой цикл В порядке Да Единственное что Глаза Это наверное Не самое Привлекательное В этом всем Dragon Army Здесь засаду планируют По Даймонд Проксу Даймонд подставляется Сможет ли выйти Сейчас цепляется Джуани Чтобы она не зацепила его Тем временем Кира появляется Скачка внезапного Абсолютно Еще одна ульта Гампланка Как быстро они у него Откатываются Уже сейчас 30 кул КДР А это серьезно Здесь вечное противостояние Будет очень Это может быть очень долго И динамично Скажем так Как Владимир захиливается В ГП А ГП Стакает об него голду Боссу вообще на самом деле Не стоит Потому что это все сильнее И сильнее выводит ГП вперед по золоту Просто Пока у босса не появится Мучение Леандри Он особо урона Наносить не будет Макс Поймал стан от Эдварда Аккуратненько подстроился Деньги инвестированные в броню Они как бы Особо урона не дают Босс Сколько преимущества Стажера Интересно По золоту Сейчас Уже становится Т9100 на 7600 Да полторы 1.5 Учитывая что Есть две вышки Учитывая что У босса плюс 30 И учитывая что Две башни у гамбит Да Тоже важно В лесу например 800 При условии того Что фарм довольно ровный Ну и на миде конечно Ухира Преимущество очень большое Когда появится Рободон Довольно ровный механил Но он абсолютно ровный В лесу да Сейчас Сибой опять подставляется Теперь уже Даймон По нему играет Он тратит скачок И выпрыгивает У Даймонда Это минус вышка Т1 на топе Пух Забирает ее Ультует Макс Сейфовенько Ну потому что Соло лейнеры находились Хотя у Даймонда Ульты еще не было Но об этом точно знать Наверное Дрэгон Армии Не могли Даймон довольно близкий Ну и в итоге Сейчас кстати У гамбитов Как бы знаешь Вроде как смотришь Что это Дрэгон Армии делают Гамбиты как-то Никак их вроде Перестали убивать Но при этом Смотришь потом на графу золота И понимаешь Что довольно плохо Все сейчас Нет смотришь на итемы Стажера на 22 минуте А это Ну ты знаешь как бы А там палач В этом плане То есть Интересный факт Да Ганпланк 0.01 И ганпланк 0.31 Они примерно Имеют равные слоты К этому моменту Вопрос в том Что у соперника А у соперника Пока что Выдающегося Ничего особо нет Несмотря на то Что отличный фарм Для своей минуты До сих пор Он не на 5 С большим плюсом А на 5 таким С маленьким плюсом С луку это 5 с плюсом На просцене Это может быть даже 4 с плюсом На самом деле Иногда Ну нет Михаил На топе А на топе Да А на миде Например у Азира Может быть и 240 Сейчас вполне спокойно А это 4 с минусом Так что Такое Плюс 1000 у Киры Плюс 2200 Сейчас у Кластинга Сложные дела Еще и Пух Был вынужден Собрать себе КСС Там контроля Очень много У соперника 2200 Михаил Азирато пошла Это на воровство Или на демедж На воровство Идет она по дракону Стоп Драгонарми урон И башня тем временем На топе падает Бластинг ее забирает А дракона Забирают Драгонарми Все-таки себе в копилку Приятно Драгонборн Драгонарми конечно По драконам продолжают работать Но Там на топе Бластинг Кстати говоря Пуха сейчас задуэлит с легкостью Тут у Пуха Шансов очень мало Учитывая тот факт Что Если что У Бластинга еще и секундомер И все заклинания призывателя Тоже есть Не Просто КСС и Негатрон Это не самые лучшие темы Для дуэли Адэшников Не самые Перчатка в свою очередь Кстати из реалии Делает зачастую Даже более дуэльно потенциальным Чем Чем Тринди Форес Ну потому что Если ты попал одной кушкой Ты как бы Намного вероятнее Следующей попадешь уже Потому что там начинаются Всякие Один на один С из реалями там бывают Когда знаешь Уверенный в себе По жизни из реаль Идет улыбнить Вражеского адэшника Особенно какой-нибудь Кейтлин Потому что там Много чего можно у нее Задоджить И Если ты с перчаткой играешь Там и дуэль неплохо Можно провести Героль так выпущен На съедение Сопернику Босс уже конечно Так захиливаться Абстажера не будет Потому что Палач Ну Все-таки Оп Они законнектились Вот сразу видно Что стажер В отличии от Юрия Который очень На старенькой Нокии Вот Нокия Как аннектед была А вот Стажер по-моему Все-таки Предпочитает Айфоны Юри Я Рад этому И Не буду Флеймить Вкусы разных людей О вкусах не спорят Михаил Только у нас В студии аналитики Усах кричат Это вот То самое Да Пока что у Пуха Ничего нового не появляется Он конечно собирает Смерть разума себе Здесь Очень хочет ее получить Пока что с этим успехом Второй предмет должен бы появиться Уже Да-да Уже три предмета Просто у Бласен Как бы неплохо было Второй получил 12 уровень у Пуха Он не возвращался очень давно Судя по тому что у него нет Всевидящей альтернативы Оу Это даже не Витцент И Ультует по миньонам Властенка Понятно Зачем А вот Гера тут пробивает У него уже шляпа Шляпа И там если кто-то сейчас Подставится под контроль Пока что сопротивления магии Нет ни у кого Дрэгон армия Отчаянно необходим Очень хороший Тимпай Вообще У Пуха довольно неплохой Ульта Азерата Оп Это да кстати Ульта по Властенку прошла Он успел нажат Наезд Ульта Атарика пошла Прискорнет Здесь действительно Просевший Но задоджил Весь остальной урон Ульта Гангпланка закончилась Подходит стажер Через стенку дает По жесткому Максу Достигает бочка И надо Т2 Знаешь я смотрел Просто на Итема Пуха В этот момент Сказал Там Мэджик Гристо Вообще нет Я смотрел У него Мэджик Гристо Который дает ему 40 30 25 Это сколько получается 95 95 Это много Приятно Защищать башню Возможно Эту и не стоит Пух очень просевший И бегут вперед Дрэгон Армия Дрэгон Армия Эдвард Это конечно без ульты Но Хотя защитили Защитили Т2 Здесь свою Идут дальше Прискорнет играет А тем временем Там поймали босса Но босс еще поживет Он уходит в лужу Сибой прыгает сюда Босс пытается как-то выжить Захилится Нажимает на Жоню Дрэгон Армия Идут вперед Стажер Через стенку Получает стан От Сибоя Красиво В то время Жесткий маг задоджил Прицельный зал Под бластинга А стажер Красивым скачком Все-таки вышел Ходи получил стан Через стенку Попытались огрызнуться Дрэгон Армия Ничего с этого не получили Кроме Кроме бистра Эдварда Но это Они остановили Пуш соперника Которые сильнее Но бот Т2 упала В свою очередь Конечно Разница все равно В 7 тысяч И 26 с половиной минут В игре А гамбиты Дрэгон Армия Пока что размазывают По карте Ущелье призывателей И не особо Им шансов Где-либо оставляют Давайте момент Повтора посмотрим Вот здесь Брискорн Сильно просел Атольте Райза И Зерата Атольте Зерата Да И после этого Еще кушечку Получил пух Которому Присталось очень долго Бить мобов Для того чтобы отхиливаться Ну стажер конечно Сильно здесь встрял Исходя из чего Драка не получилась Такой красочной Еще и Браун заблокировал Ульту бластинга Это было конечно Не сильно уже важно Но босс выжил А там мало ли Знаешь по Владимиру Был бы долетел И было бы неприятно Все таки Владимиру погибнуть 293 фарма Сейчас у босса Новость прекрасная Новость отличная Но Стажер просто Фарм машина По гайдам Из его интервью Просто золото Поднимает Очень и очень много У босса Есть три предмета У него нет мучения Леандра И он решил собрать Посох бездны Который будет пробивать Топера и лесника Учитывая что у них есть Плотное количество С сопротивлением магии 125 в частности У Даймонда Да Слушай ты знаешь Вот я смотрю Разница по сути Между гамбитами Первой недели и второй Только наверное в том Что Кира разыгрался И вот на первой неделе То что То где было все очень плохо У него На этой неделе Ну Михаил А что по поводу бота Бластинг с Эдвардом Тоже отлично провели Сейчас Первую игру Они на мой взгляд Провели крайне неудачно Но мы с тобой Не согласились на этот счет Потому что на мой взгляд Кейтлин Жанна Который проигрывает по фарму Из реалю страшом Это Вообще да Мягковато Даймонд Прокс По Прискорнету Играет Вытягивает В ульта Гампланка пошла Прискорнет Пытается выйти Очень много ультуру Отзирата Но выживает все таки Прискорнету Еще не 16 Кира Только сейчас получил 16 Да Только сейчас Ну а здесь конечно просто Кира преподает урок Прискорнету Потому что Не все игры Вот то о чем Вандер много говорил Что то на что Внимание не все обращали Давление на Прискорнету Было мало Вот его много Михаил Может Акиль Сделать ренейм Какой Преподаватель Преподаватель Слушай Но у него педагогическое Товыше и есть Между прочим Мы с ним чем-то схожи В этом плане Да Иногда правда Это В посте в ВК Не хватает пары запятых Точек с точками С запятыми у Кира Но это уж другой вопрос Это уж Кира Как это Но он же в Украине учился Так он же Это что Юрий Вот по твоему В Мариуполе Прекрасный русский язык Между прочим Украинский тоже Ну я думаю Ну хотя знаешь Да вопрос В Москве лучше ли русский язык Это тоже Он открыт Если бы честно В ВПС тоже забирает Воздушного дракона Здесь Потеряет немножко здоровья Это абсолютно не критично У него Готовая грань Стажер конечно Со своими билдами Просто показывает Что вы можете прикупить Когда вы поднимаете Много денег Ганг планки Преимущество у гамбитов Очень комфортное Несмотря на то Что как бы есть фарм У драгонарми И пух неплохо пофармил И у прискранта Есть и тема И у босса Есть и тема Но просто вот смотришь Какие предметы Есть у гамбита Становится немного стремновато Потому что Кира играет Вот как предметы В четвертом сезоне Собирали Только вместо Морала была чашка Чашечка Да такая была Ну и этот просто Зерат Потому что Еще 15 минут И пух станет сильнее Закоммитится Закомититься в сражении Стажер без телепорта Был Он был довольно далеко Но Вперед не пошли ДА Все бой конечно Уже смогут Хорошая была драка Честно говоря Стороны гамбитов Ульта гамбитов Была не самая оптимальная Она была скорее такая Немножко Нервная Она на предикт Была На случай Если соперник Пойдет вперед Что наверное Ну было более правильно Но что Знаешь Ты можешь сквозь ульту Гамбланка Пойти на Израиль Если ты точно уверен Что ты его убьешь А у него уже ничего не было Для выживания В той ситуации Босс тем временем Остается без лужи Без скачка Выходит Скачка Этот скачок кстати Мог быть очень нужен Вот вопрос Что теперь босс собирает Наверное все таки Это мучение Леандри Просто решил вот таким вот Просто вопрос Как убить Киру Да Потому что Скачка нет у босса Скачка нет у Сибоя Скачок есть у Киры И очищение есть у Киры Да у Киры есть все Абсолютно И он как бы Зерат который стоит сзади У которого очень мощный фронтлайн И проигноришь Например гамбланка Он всех убьет Проигноришь Зерат Он всех убьет Изреаль на этом этапе игры Тоже может все еще всех убить Это довольно сложная Игровая ситуация Конечно в которой Дрэгон Армии оказались Если не сказать Пока что безысходные Им нужно какие-то Им нужно кого-то цеплять Им нужно что-то воровать Например барона на Шора Сюда идет Сиджуани Даймон Прокс готов ее цеплять У него есть абсолютное умение Но он хочет поймать Пуху У Пуха есть QSS Он его сразу же нажимает А вот ульта Зерата Которой мы говорили Пух пока ее не получает Даймон подставился Босс идет вперед Ульта не успевает От Эдварда сработать Это большая ошибка И Дрэгон Армии Нашли момент Босс нажимает на лужу Бластинг тем временем За ним погнался Добить не получится Здесь босса Кира там Очень глубоко пошел Тем временем Жесткий Макс играет С Пухом по разным целям Тут Стажер по нему Прискорно отыграет Стажер подставился Скачок хороший Пытается выйти Тут есть бочка кстати говоря Сейчас по Пуху может и взорваться Стажер не взрывает Нет взрывает его Бластинг в итоге И закрывает здесь Дрэгон Армия Уже Бластинг дает Агрессивную Ешку вперед Кира по двум целям Дает кушку Это минус Все кроме Прискорнота Но Стажер скорее всего Его тоже дает Триплкил делает Бластинг Стажер Бочка раз Сбивает ее Прискорнот И выживает таким образом В этой ситуации Там атак спид у Азира Просто колоссальный Когда Вэшка замахшена Еще и есть Зуб на Шора Но это не помешает Сейчас комбитам Я думаю сделать Барона Однако Даймонд мертв Даймонд мертв А босс жив Босс идет сюда Но все равно Здесь как бы Ну просто Бластинг танкует Барона И будет Сейчас Стажер Будет ли это за Баронин Мы сейчас узнаем Босс идет сюда Гамбиты Рисковать как бы не хотят Стажер Елируй Стажер Погибает от Барона на Шора Это очень неприятно Потому что минус один Это очень приятно Потому что я всегда Топлю за Барона на Шора К нему всегда приходят Только чтобы его убить Но он да Немножко Я просто обожаю Когда Барон разворачивается И дает Убийство в ответ Потому что ты представляешь Какая несправедливость Михаил Сколько раз я это говорил И сколько раз я скажу еще об этом К тебе приходят Только чтобы тебя убить Что это за Босс Вернулся Оп Оп О, Гира достигает Пиксель, пиксель Чутка Но босс молодец Он неплохо поддоджил Но вообще на его месте Я бы использовал протаремень Он мог бы помочь В этой ситуации да Еще раз повтор Цеплять пух Конечно смысла было мало Даймонд встрял очень сильно Эдвард его ультануть не успел Потом что случилось Я не очень понял С Дрэгон Армией здесь Они закомитились Стажера И их развалил Бластинг и Кира Босс очень просел Вот тут смотри Жесткий Макс играет По Кире Ах, ну вот Да Там они разделились По разным целям Если бы Жесткий Макс Играл и пух По одной и той же цели Потому что Кира увел Вверх Макса Он закрыть уже никого не смог И пух остался без прикрытия Потому что ты выбрасываешь ГП на своего Варуса А Брахума-то рядом и нет Да, Варус Варус не может стрелять А Израиль может Это как, знаешь, как Роршах Это вы думаете Меня с вами заперли? На самом деле Это вас заперли Это лучший момент Сегодняшнего дня Смотрите на лицо Барона Как он рад Ура Так немножко дернулся Перец Почему к Барону Не приходит попить чай, например? Вот знаешь, Юрий Как это? Ремень Сейчас у нас Драгон Армия Пытаются защититься Пытаются защититься В этой ситуации А Пираты В Лиге Легенд Снадятся контринтуитивными Давайте посмотрим На золото стажера Вот быстро Пока у нас драка началась 15 тысяч на 12 Какой у него счет? Ни одного убийства Как это? Пират без убийств Зарабатывает столько денег Это контрабандист Ну Это уж не совсем-то и пират Тут босс пытается выйти У него большие проблемы Кира! Жоня! У босса уже, конечно, ничего здесь нет Чтобы выйти Кира его добивает И идут вперед гамбиты Очень хорошо приказ Там Кира Сейчас последний тикс Ультимейта положил Но это может быть конец Потому что усиление на Шора Кира, конечно, сегодня Его Галлио плюс Зерат Знаешь, он не просто МВП своих отдельных игр Он, наверное, и МВП дня тоже Потому что Такой четкой, гладкой игры Ну, знаешь, после таких игр Я просто еще больше буду флеймить Киру Когда он будет играть плохо Как на прошлой неделе было? Когда ты можешь играть так хорошо Очень стыдно играть плохо Ну, на прошлой неделе, наверное, тоже Как это? Сложная была неделя Дебютная Кира немножко Может быть, сам заволновался Занервничал А ты, Михаил, как всегда Спортсменов наших оправдываешь Я не оправдываю Я просто А что же ты делаешь? Объясняю, почему это могло произойти Хотя это, возможно, и Михаил, ты предвзят Потому что слишком позитивен по жизни А вот я злой Хорошо, Юрий Ну, я только как и верно злой Даймон Прок с тем временем Нивер Он чувствует себя просто прекрасно Да, да, он на Скарнере, Юрий Вот так вот мы за 36 минут выяснили На чем же играет Данил Решетников Забирают Т3 на топе Ура! И падает Третий ингиб Последний ингибитор Гамбиты О, здесь еще О, инициация пошла От босса Прыгает, берет Тут прискорник Пытался что-то по стажеру поиграть Но там ульты Зерата Просто летят со всех сторон Обстрел идет от Гамбитов Сверху погибает Браум Дрэгон Армии уходит на фонтан Прискорник Не попадает по бластингу Он использует скачок Свой бластинг И уже Гамбиты Обеспечивают себе Две победы сегодня Первое место Роксам В турнирной таблице Пусть и на сегодняшний день Но, тем не менее Гамбиты Спортс Показывают прекрасную игру Показывают класс И оформляют 2-0 Обыграв Дрэгон Армии Которые пока что были 3-0 непобедимы в этом сезоне Рады Гамбиты Хорошая была игра Довольно-таки Плотная Она была Дименционной с самого начала То есть Здесь не было каких-то Ключевых моментов Которые привинули игру В сторону Гамбит Они вели с самого начала И Были у них огрехи свои Естественно Но Кир сыграл прекрасно Я бы МВП ему в этом матче Отдал Потому что урона было от него Очень много Прекрасно он Дэпфился от гангов Что мы иногда Недооцениваем И недосматриваем Но Представьте что Если бы Кир умер Один-два раза Мог бы и Прискорн Себя Лучше гораздо проявить Это просто то что Происходило на последней неделе Прискорнут и Сибой Находили себя на карте Разыгрывали с командой И так далее В этой игре Не дали Найти себя Сибою Не дали найти себя Прискорнутую Для Сибой счет 0-0 ужасный Потому что гамбиты Мы знаем как умеют Тимфайтиться Мы знаем как они круто умеют Выходить в позднюю стадию игры Особенно когда герои Для них комфортные А тут было очень много Комфортных героев Для гамбитов Ну и конечно еще один вопрос Потому что гамбиты Эту игру выиграли И показали сегодня Ожидаемый наверное Высокий уровень игры Для Dragon Army Эта игра Это начало новой тенденции Или это одна игра Против гамбитов Которой просто не пошло И это тоже вопрос Интересный Это первая игра Против лидеров Турнир на таблице И против ожидаемых Лидеров сезона В Dragon Army Завтра есть матч Против М19 Которые смотрятся Сейчас очень сильный Ну и конечно Противы Иктис Которые пока что Выиграть кроме как У ЕПГ ни у кого не могут Пока на третье место Отправляются Dragon Army Вслед за командами Рокс и Гамбит Но у них есть преимущество В одну игру Завтра у них как раз Матч против Роксов Завтра у них Матч против М19 Это их принципиальные соперники Завтра у М19 Два матча Правильно? Там как раз Очень много Скажем так Махача в верхней части сетки Очень много Замесов Кто-то проиграет Завтра в матче М19 Dragon Army Теоретически Будет на четвертом месте Получиться Смотри М19 играют И с Рокс И с Dragon Army Бластинг Показывает нам Свои радостные эмоции Очень хладнокровный Стрелок Из Латвии Из славного города Олайне Прекрасный город Прекрасный город Как и Рига Кстати говоря Так что Надеюсь что побываю Хотя бы в одном из них Прекрасная игра Собственно И вот смотрите Завтра у нас Рокс М19 М19 Дрэгон Армии И конечно же Матч Дрэгон Армии Против Вейвиктис Который Пока что Все выглядит так Как будто Дрэгон Армии Будут жесткими фаворитами В этом матче Но Рокс М19 Дрэгон Армии Завтра разыгрывают Пул из двух очков Которые Могут забрать Как полностью М19 И вырваться вперед Гамбитом Так и могут Оба проиграть И тогда Уже сами М19 Опустятся чуть на Четвертую и пятую строчку И розыгрыш Как раз Этих очков Мы увидим завтра Несмотря на то что Наша программа Так называться Не будет А Валдис Пельш Кстати говоря Юрий Он тоже то Из Прибалтики Так что Сколько у нас Представителей Славных есть Очень много Как и АТР Как и АТР Как и Шаганари Если я правильно помню Как и Стрелок Веги Оптимус Роландус И он тоже Венчаловичус По-моему И он тоже Отличный игровой день Юрий Прекрасный Прекрасный На самом деле Гамбиты Сегодня нас очень порадовали Кира показал Двух очень уверенных Чемпионов В своем исполнении Гамбиты просто показывают На прошлой неделе Стажер нам показал Такие хайлайтные Довольно плей На этой неделе Кира нам показывает Свои очень яркие плей М19 сегодня Смотрелись Довольно таки сочно Но конечно И аутсайдеры Сегодня немножко Не порадовали Вы и Виктис и Спортс Не особо нас Обрадовали ИПГ Тоже особо не Да и Вега нас Не особо обрадовала Которая стала аутсайдером Ну она стала аутсайдером Но у них все еще Две победы Это намного больше Чем ноль Или чем одна Которая все еще У Джастов И Друзья мы готовы Взять интервью У MVP Возможно обоих Сегодняшних своих матчей Кира Возможно Итак Команда Гамбит Стала первой командой Которая прервала Таки победоносное шествие Новой команды Дрэгон Арми Кира скажи А как тебе вообще Игра с ними Как ты ее оцениваешь Ну мне каждую секунду Казалось что Сейчас любой противник Может выдать Любой мув В принципе Прискарнет это делал Ну я себе против него Стоял Поэтому только это видел То есть он попытался Флэшульд сделать И поскольку я его Уважал как игрока Я сходу флэшнул И это было правильным решением То есть я Недооценил врага И это было хорошо Вы как-то специально Готовились к этому матчу? Как и к каждому Конечно да Хорошо Как ты думаешь Команда Дрэгон Арми Она дальше продолжит побеждать Или все-таки Застопориться И другие команды Научиться против нее Играть и выигрывать Твое мнение Ну я думаю Они продолжат побеждать Просто им надо Не зажиматься От малейшего фейла То есть Пух перебрал С магическим резистом И я считаю Что из-за этого Он слишком просел По дэмэджу И не мог тимфайзиться И ну это один из Примеров То есть Их можно подать много Если они не будут Так зажиматься А будут играть От себя То у них все получится Сегодня мы видели Интервью В котором Эко Назвал себя Лучшим мидером Этой континентальной лиги Скажи Что ты думаешь На этот счет? Ну я думаю Не игроку решать Мне без разницы Что он думает Как бы Если моя команда Побеждает То Как бы Не волнует А как ты считаешь Кто лучший мидер В континентальной лиге? Учитывая Что я не смотрел Ни один матч Кроме своего Не могу сказать Понятно То есть у тебя есть Только один претендент На данную роль Спасибо тебе большое За интервью А я с вами На сегодня прощаюсь Увидимся завтра Смотрите матчи Что хочешь сказать Всем пока Спасибо что смотрели Спасибо Всем кто болел за нас Особенно жене Спасибо Кира Было бы довольно сложно На самом деле Вантер сегодня В ударе Ну а вообще Не свои пик компы Вообще Поначалу что-то Он там полкает Он там полкает Его урона будет Достаточно Там Зират Который Монстр И ГП Ну да Там Даже если был бы Какая-нибудь Мисс Фортуна Или Джин Мне кажется Было бы все равно Для команды Гамбит Ну и все В итоге у нас есть Есть интрига Есть борьба Есть у нас Конкуренция За первые позиции Рокс пока Наиболее уверенно Идут впереди всех И с ними Чуть ниже Находится команда Гамбит Еспортс И команда Драгон Армии Резко переместившаяся Аж на третью позицию С первой Вот Также у нас в группе В зоне плей-офф Временный такой Есть команда М19 Ну а у Веги Сегодня был очень тяжелый день Они оба своих матча Проиграли Ну а в группе Аутсайдеров Team Just Вейвиктис Еспортс И Элементс Про Гейминг У Just все немножко получше Они сегодня Первую свою победу Вырвали У Вейвиктис Поэтому у них Возможно Есть шанс На реабилитацию И Ответную 0-3 Неделю 3-0 Но это мы уже узнаем Завтра Когда они будут играть И с Вегой Которая Явно пока не на кураже И с ЕПГ Они завтра будут играть Ну и в верхней части Турнир-таблицы Завтра у нас Рокс М19 Завтра и М19 Драгонарем Поэтому поглядим Опять же Для меня важный Очень матч Это Рокс М19 Потому что Пока эти команды Очень Линейно развиваются В своей форме У них не было Особых провалов Кроме наверное Вот одной игры У Роксов Где прямо все было Очень Однозначно Там очень повлиял Силиндрафт Поэтому Вопрос именно в том Кто сильнее адаптировался Кто сильнее подготовился И кто готов в этом матче Забирать Откровенную Первую строчку После первой недели Тест такой был для Рокс На самом деле Потому что М19 в каждой своей игре Пытались быть первыми Пытались играть Первой скрипкой Даже против Гамбит Когда они проиграли Там Они именно выступали Инициаторами каждого Муа Рокса мы видели В единственной игре Где против них Так играли Они потерпели Довольно сокрушительное Поражение В общем и целом Так что Завтра будет Такой небольшой тест Для Роксов Перед концом Первого круга Очень много важных историй Очень много важных матчей Кто для тебя оказался Главным открытием Сегодня Именно по итогам Этих игр Заг Какая команда? Гамбит Гамбит Конечно Совсем другую игру Показали Я лично Такую игру не ожидал И был наказан В принципе Свои прогнозы Ты думал Что все останется Так плохо И проблемы Не будут решены? Ну В игре против Веги Не было все так плохо Там просто Не было По сути Лесника Он очень долго Не участвовал В игре Бот Очень сильно проседал Стажер выглядел Как единственным Таким белым пятном Вообще В своей команде А на миде Ну На миде Галю был хороший То есть Ну там Без вариантов Он хорошо играл Просто За такой билд Наказывают Частенько Регулярно отдавать стажеру То фиору То гангпланка То есть Кэрри чемпионов Это Возможно Ошибка Ведь Именно на этих чемпионах Он сияет Именно на них Он особо сильно кэррит И своей команде Помогает Игры выигрывать Вот Кира заиграл Думал Это главная новость Кира заиграл Ура Он больше не умирает Один на один Очень глупо Поэтому возможно Это означает Конец Очкам бесплатным Которых урвали Немножечко Роксток Когда у Киры Был кризис Вот И теперь команда Гамбит Играет на должном уровне Вернутся ли они По твоему Арман На былую форму Или у них В этом сезоне Есть конкуренция И есть кому Их разочаровывать На былую форму В смысле 13-1 На былую форму Да Такого уровня доминирования Я думаю Что для этого Есть все предпосылки Потому что По-хорошему У этого состава Гамбит В регионе Нет конкурентов И если они будут Играть в свою силу То они должны Как минимум Доходить до финала Там уже Как пойдет Впрочем Сейчас сложно загадать Гамбиты Скорее всего Разовьют немного Так это Они закончат Неделю 3-0 Скорее всего Может быть и следующая Будет 3-0 А там уже Можно будет Передплоев И расслабиться Потому что там Все-таки 8-4 уже будет И совсем другая игра Ну что же друзья Это был первый день И первый день Очень насыщенный Завтра Только больше Только интереснее И только горячее Не забывайте Пописать на наши социальные сети На YouTube На Twitch И во Вконтакте Ведь там будут все новости О континентальной лиге И о командах В СНГ Спасибо большое Завтра в то же время В 16.00 Приходите До встречи Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Call down the reckoning Bring back hope and peace Restore our glory To live forever Call down the reckoning To bring back hope and peace Restore our glory To live forever Bring down the dark regime I know how to unleash Eternal power Lead us to order I am the light bringer And that's all we need Here we go To live forever That'sextr Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok